Так, на следующем слайде сейчас Динара нам подготовила игру, мы все немного поиграем. Активитис на сегодня, который входит также в NairPod упражнение. Буквально вы можете в шеерскрин видеть, что я могу выбрать там способ. Давайте в космос пойдем. Сейчас все, кто подсоединен в NairPod, могут выбрать себе какого-то аватара. Персонажа, с которым вам нужно будет добежать до Космической горы. Вот мы уже видим Жанна, Глеба видим, у нас тут команда Пинвинят, Гузедем, Осьминожка. У нас тут Шиндос, Кассель Близняшки, Вера. Вот так у нас собирается команда. Восемь игроков подключено. Получается, вот мы это упражнение очень активно используем для того, чтобы ввести итог какой-то, чтобы там, тему. Давайте начнем с старта. Сейчас у нас уже есть восемь игроков. У вас будет буквально 3-4 вопроса, вам нужно будет определить. Это первый шаг научного метода. У вас есть где-то 25-30 секунд. 30 секунд, я не ошибаюсь, по дефолту дается. И это, по сути, аналог Кохота, грубо говоря. Но при этом вы можете видеть вопрос у себя на устройстве. В Кохоте, к сожалению, например, вы не можете видеть вопрос. А тут вы можете еще заодно в онлайн-режиме отслеживать. Следующий вопрос у нас сейчас лидирует Глеб. Тут, кстати, на количество очков еще влияет скорость. И когда мы теорию какую-то проходим, для ее закрепления, на следующем уроке, там, в конце урока, обычно вводим такую небольшую проверочную. Третьям нравится? Да и взрослым нравится, кажется. Как проверить гипотезу на научном методе? Это как, подготавливаешь 20 вопросов, никто не хочет отвечать. А как у тебя там своя игра или вот такие вот упражнения с 20 вопросами? Ну, ура, все, там буквально за 10 минут все отвечают. Нурлан сместил лидера. Глеб Ясель догоняет Нурлана. Еще детям нравятся комментарии, то есть я люблю комментировать. Я вот говорю, вот, Жанал. Ну, как спортивный комментатор. Да-да-да. Но, знаете, такой интерактивный. Может, под номером 7 выходит вперед. Да. Наша тройка лидеров почти добралась к 2000. Третий вопрос. Это последний вопрос. И вот сейчас будет четвертый вопрос, который определит, кто же царь Горыда. Итак, у нас 4 человека преодолела планку в 2000 очков. Последний вопрос. Ой! Гориат Татьяна. Не туда нажал. Итак, у кого-то есть шанс сместить лидера. Кажется, они сместили. Кто сместит? А, еще все время. А, не туда нажал. Не поменяешь ответ. Я решила не отвечать. Без АД. Решила не участвовать в игре. И вот вы сейчас можете как раз интерактивном виде, да, видеть, кто у нас первый, куда добежал. Жанел. О, наша темная лошадка добралась до первого места. Мурлан и Креп также попали в призеры. То есть вот у вас, получается, есть такое упражнение, куда вы можете вводить любые вопросы, и у вас такое интерактивное упражнение выходит. Динара. Еще здесь можно, если что, скрыть, да, имена, чтобы все не видели, да, кто... Да, кстати, тут есть еще возможность, да, там, этики. Ну, уже закрылось. Ну, в принципе, да, то есть в Нерполье, что классно, вы можете для того, чтобы не было такого плохого момента с соревнованиями или там конкуренции, да, такой не очень хорошей, можно как раз таки активно использовать скрытие имен. То есть кроме вас никто не увидит эти отчеты. Ну, а сейчас сессия ответов и вопросов. В процессе Нурлан отвечал вам на вопросы. На некоторые вопросы. У нас остался один вот висит. Видите, да, вопрос? Именно вот Q&A. По какой программе обучаются ваши ученики? Как вы оцените цель обучения? Это нам, да, вопрос? Угу. Кого? Получается, у нас... Ну, давайте расскажем дальше. Нет, мы расскажем. Ну, смотрите, у нас... Мы преподавали сайенс и стеслознание для шестых классов. Это, получается, основа наук для биологии и химии. Там у нас программа была именно МОНовская. Мы брали эту программу, по которой определяли цель, которую нам нужно по книге именно поставить. И таким образом пытались делать какие-то проекты с ними там в течение первой четверти, второй, третьей. Так получилось, что не всегда успевали, поэтому с детьми договорились, что они будут уделять сами дополнительное время. Этот вопрос, Нурлана, у вас есть в Твиттер, да? А, кстати, вот и про Nearpod давайте вам такой интересный факт скажу. Мы в своей школе в 12-м году запустили один такой эксперимент по iPad'ам. То есть один к одному, у каждого ученика был по iPad'у и так далее. В 12-м году, 8 лет назад, и тогда мы использовали Nearpod тоже. Но я был один из тех, кто был против Nearpod. Потому что тогда он был очень такой, знаете, то есть ограничен в функциях. Вот всех этих функций там не было тогда. Там можно было только слайдер изстать. и там пару вещей, где можно было кликать. Это мне не понравилось. Я так чему говорю, что стоит иногда все-таки возвращаться к платформам, которые вы использовали, но, возможно, когда-то не понравились. Потому что сейчас все платформы чуть ли не ежедневно что-то обновляют, какие-то добавляют функции и так далее. То же самое с Kahoot. Вот я знаю, что даже вот уже где-то в Messenger добавляют какие-то функции для онлайн-обучения и так далее. Поэтому стоит и надо возвращаться. Либо, опять же, фолловить каких-то учителей, которые делятся этими какими-то советами и так далее. А, кстати, еще по программам я добавлю. Fox Ford недавно делал выборку по программам. Я вам рекомендую еще подписаться на различные образовательные порталы. Они часто делают подборку каких-то интересных именно программ. Вот, знаете, там вопрос еще в том, что хватит ли у вас времени и желания каждой осваивать. Мы, например, сильно вымотались чисто эмоционально. Вот, знаете, у нас какой-то был такой период, что каждый день новая программа и уже отбивается на преджелание потом. Сейчас нам нравятся вот эти 2-3 программы. Скорее всего, будем прокачиваться в них. А вот уже другие мне, например... Да, это называют обезьянный аппетит, да, когда охота все, попробовать все сразу, но это переедаете, да. Мы обычно советуем учителям выбрать вот конкретно пару платформ. Вот для вас, допустим, это не AirPod, для кого-то это там какой-то и так далее. То есть нет идеальной платформы для всех. Главное выбрать вот под ваши вкусы и под ваши какие-то определенные задачи и использовать их. Но, опять же, не забывая делиться с другими. И вот я пока вопросы еще не пришли, я обещал кое-что показать в плане идей для проектов. Что мы делали с учителями, когда мы только начинали? Опять же, мы в своей школе PBL запускали 8 лет назад. Даже 10 лет назад, кажется, если я не ошибаюсь. И тогда у нас была такая же проблема, где взять идеи для проектов и так далее. И мы прибегли к методу краудсорсинга. Динария, я ваш экран забираю сейчас. И что мы сделали? Я просто примером покажу быстренько и все. Мы запустили Google таблицу общую. Я прям новую сейчас открою специально для вас, чтобы вы могли поэкспериментировать. И так и написали. Сейчас я переименую ее. Допустим, мы здесь ее переименуем в PBL-ITS. Дальше. Здесь мы возьмем, допустим, давайте физику. Примет физика. По предмету физики я здесь напишу Project Name. Описание. Потом темы или стандарты, которые затрагиваются в этом проекте. И, допустим, можете сами добавлять уже количество учеников минимальных, которых в проекте должно быть. Может быть, добавить еще какие-то, не знаю, требования к оборудованию и так далее. Все. Вот такой вот мы делаем заготовку для учителей. В принципе, что нам еще нужно? В принципе, хватает. Давайте я сюда просто напишу проект. Далее. Просто копируем эту вкладку и делим ее на предметы. Давайте вот химия и так далее. Можете сами копировать уже потом. И все. И все, что делают учителя, они заходят каждый раз, когда идея пришла. Кстати, имеет смысл именно все держать в одной таблице, в разных вкладках по предмету, потому что учителю английского может прийти идея проекта по физике, допустим. Я бы даже сюда, знаете, добавил что? Я бы добавил в вкладку связь с предметами. То есть даже если это проект по физике, то какие предметы он еще в себя включает? Химия и так далее. Ну и как пример, давайте я вам напишу быстренько. Проект. Как сократить расходы на комуслуги? Вот так вот, да? Как сократить расходы на комуслуги? Это вот у нас было такое вот название проекта. Это реально у нас дети делали, они сами вот к этой идее пришли. В Астане у нас не везде, как бы даже много где дороговато, да, комуслуги много уходит. Поэтому они задались идеей, как можешь сократить. Дальше описание. То есть дети изучают, на что уходят расходы, там, комуслуг, потом делают расчеты. Это я так быстро сейчас пишу. придумывает, как можно сэкономить. Темы или стандарты. Давайте вот так вот раскрою просто. Темы или стандарты. Если у вас в школе используются стандарты, то пишем прямо стандарты. 1.2, там, термодинамика, допустим. Это я так сейчас придумываю. Кстати, я забыл класс написать, для какого класса этот проект подходит. Количество учеников. Ну, допустим, 5 учеников, чтобы они могли сравнивать свои квартиры, свои дома, сколько у них уходит, там, квадратуры и так далее. Связь с предметами. У меня здесь также, допустим, связь с предметами химия и математика. Это реальный проект, который делали наши дети. Что они делают? Смотрите, они идут домой. В первую очередь, они проводят интервью со своими родителями. Они говорят, мама, папа, на что мы тратим эти деньги? 20 тысяч, условно, в тенге в месяц. Мама говорит, ну, вот на воду, на это и на это. Начинают считать, начинают рассчитывать, сколько стоит кубометр воды, сколько стоит отопление и так далее. Дальше они даже замеряют, то есть, опять же, при руководстве учителя, учитель тоже помогает, наводит, дальше они замеряют, допустим, сколько энергии тратится на телевизор, на чайник, на плиту и так далее. Наши дети, они были удивлены вообще. Они были в шоке, как много потребляет электрический чайник. Вроде бы такая обыденная вещь, каждый день чай пьем, но как вот много он энергии на себя берет, оказывается. И дети уже придумали, как можно сэкономить. Они увидели, что они кипятят целый чайник, но пьют там две чашки чая, допустим. И начали придумывать способы, как можно. Либо они сократили число проветривания зимой, чтобы тепло не уходило, чтобы у них больше энергии не хватило, допустим, на обогреватель и так далее. То есть, там очень много таких этапов, я все описывать не буду, но в конце у нас получился очень интересный проект, который презентовали прям родителям, учителям. То есть, всем был полезен этот проект. Они связали его с реальной жизнью. Некоторые люди даже это использовали потом у себя, как дома, да, и это уже такой эффект дал уже на общество. Что я делаю сейчас? Смотрите, я специально для вас даю вам эту ссылочку. Можете попробовать, как просто для практики, попробовать сами потом на досуге, зайти в этот документ вместе и попробовать набросать свои идеи. Если у вас какие-то идеи есть, то просто поделиться идеями для проектов. Это я называю краудсорсинг. Я всегда призываю своих коллег делиться идеями. Не нужно держать их в себе, никому-то это хуже не станет, только лучше будет тем, если мы будем делиться. И очень интересная идея можно будет сгенерировать вместе. Вместе мы сила, вместе сильнее, поможем друг другу и так далее. И вот так у нас на нашем кейсе, допустим, мы поделились такой же таблицей с кучей учителей по Казахстану, и у нас за буквально неделю набралось идей на несколько лет вперед для проектов. Это же классно, супер. Вам спасибо тоже, Татьяна, за терпение. Мы вот уже полтора часа сидим, до сих пор люди не уходят. Вопросы, комментарии? Вроде бы больше нет. Так, я смотрю уже у меня в... Смотрите, кстати, давайте покажу, как это происходит вживую. Смотрите, у нас уже идут идеи от учителей. Я уже сижу, вот мои руки, я ничего не печатаю. Я могу сидеть, спокойно сидеть дома, пить чай и смотреть, как идеи сами по себе капают. Я даже не знаю, откуда эта идея пришла, от кого. Но имейте в виду, когда будете делиться, слишком как бы с широким кругом тоже не делитесь учителей. Мы поделились со своими учителями, коллегами, со своими сообществами. И вот так вот у нас пошли идеи. Даже знаете, что можно добавить? Можно добавить даже, может, какую-то оценку там проекта, не знаю, ссылочки на ресурсы. Это уже ваше воображение. Ссылки на ресурсы, где можно взять примерные идеи. Может, ссылка на видео, где можно посмотреть похожий проект. И так далее. То есть, это таблица ваша, я даю ее вам. Делайте с ней что хотите. Что вы можете сделать, кстати, потом? Давайте покажу. Если захотите для себя отдельно эту открыть, но и не хотите заново все это писать, то вы можете зайти в файл, создать копию и переименовать, и копия будет только ваша. То есть, там уже нас не будет. И советую вот внизу по вкладкам разделять проекты, чтобы было легче потом ориентироваться. Каждый раз, чтобы создать новый проект, просто нажимаем здесь и создаем дубликат этой вкладки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok